Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь Слышисти, як у речена быть древним, не воложу клянешися, воздася же, Господи, веклятвы твоя. Аз же глаголю вам, не клятесе всяку, ни небом, якопрестол есть Божий, ни землею, якоподножие есть нога моего, ни Иерусалимом, якоград есть великого царя. Не же главою твоей клянися, яко не можеши влас единого белый или черно сотворити. Буде же слово ваше ей, ей, ни, ни, лиши же сию от неприязни есть. Слышисти, як у речена быть, око за око и зуб за зуб. Аз же глаголю вам, не противитесь я злу. Нащи те, кто ударит в десную твою ланиту, обрати ему и другую. И хотящему судитеся с тобою, и риза твою взять, и отпусти ему и срочицу. Ящи, кто те поймет по силе поприще, иди на, иди с ним два. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 28 июня. И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 5 главу, с 33 по 41 стих. И сейчас давайте откроем русский переводного завета. Найдемте евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняя пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она под нож и ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, тот лукаво». Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому. Кто ударит тебя в правую щеку твою, брати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим. Продолжаем с вами участвовать на горной проповеди. Вот мы с вами должны читать Евангелие постоянно, ежедневно. Ещё и для того, чтобы наш ум держал в памяти своей слова евангельские, слова Божии. Дабы мы жизнь свою могли ежедневно проверять вот этим светом евангельским, этими божественными правилами, этими нормами жизни. И всё это говорится нам для чего? Не потому, что Богу захотелось так, чтобы мы жили вот так, вот так, и никак иначе. Знаете, вот чаще всего люди, ещё далёкие от веры, для себя это видят каким-то ущемлением своих прав, каким-то оскорблением, что ли, даже своего достоинства, что, мол, почему тут кто-то мне решает за меня, да, что мне делать, чего не делать. Я же хочу так или не так. Почему я должен кого-то слушаться и подчиняться? Знаете, вот есть в нашей жизни физические законы. Знаете, есть такой вот закон земного притяжения, который может относиться по-разному. Можно о нём вообще не знать. Вот ребёнок пока в школу не пошёл, или пока физику не начал изучать, он может даже и не услышать в жизни своей, что есть такой закон. Мы точно знаем, что если человек выйдет из окна, десятого этажа, он уперёд вниз и разобьётся, разобьётся насмерть. Потому что закон действует независимо от отношения к нему. Точно так же и божественные законы действуют в мире, мир создан по ним. Законы человеческой жизни, человеческого бытия, вот эти заповеди. Насколько важно для человека знать их и жить по этим законам, чтобы жизнь была целой и счастливой. Сегодня Спаситель говорит нам. «Слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Действительно, да, вот есть ещё написание, это такое выражение «да не волжу, клянешися». То есть не клянись Богом, да, если ты собираешься сделать ложь. Вообще имя Божие удеев, оно очень сильно почиталось и светилось. То есть о Боге вот так вот непротестные иудеи даже и не говорили. Что это, они видели в этом и даже не как ощущён святотатство. И в этом есть своё зерно истины. Всё, что связано с Богом, для нас оно должно быть свято. И одновременно в жизни мы с вами часто видим, что есть много лжи, есть много несправедливости, есть много чего-то недоговоренного, недоделанного. И вот это мешает жить людям друг с другом. Что-то скрывается, что-то искажается, где-то мы лукавим. И вот, конечно, вот так вот человечество в развитии своей цивилизации, оно вполне естественно дошло до такого, что всякое слово нужно подтверждать чем-то. Так вот, клятва — это один из способов того, чтобы твоё слово было принято и услышано. В смысле, просто так сказал, это вот может быть, а может быть и не так. А если ты сказал там «клянусь», уже да, внимание к этому слову более серьёзное. А тут клятва Богом. И вот иудеи говорили, что Богом, да, если уж Богом поклялся, ты точно должен сделать всё, что за этой клятвой стоит. Но опять же, понимаете, то, что делать надо, как сказал, это одно. А вот делать на самом деле, делаем совершенно другое. И вот книжники учили, что не всегда ты вроде да, иудей можешь по правде жить. Так вот, ну, знаешь, тут главное Богом не клянись. А все остальные вроде клятвы, если что, их можно и нарушить. В этом смысл. Об этом здесь Господь говорит, что вы люди, должны жить правильно, правильно и правильно, по-честному должны жить. Если уж ты говоришь что-то, ты и делай так. Да, если сказал «да», сделай «да», если сказал «нет», то сделай «нет». Потому что вся вот эта вот хитрость, что если да, поклянусь там небом, землёй, то это вроде бы всё к Богу отношения не имеет, то такую вроде бы клятву можно и нарушать. Да и тем самым в себе воспитывать это лукавство, такой лукавый подход. А Господь разумеет, говорит, что вот ты сказал, да поклялся небом. Так небо – престол Божий. Не в том смысле, что Бог восседает на небе. Нет. Бог есть дух, которого не способно удержать мироздание. Он вездесущий, абсолютно всемогущий дух, Бог, творец. То есть просто вот как символ, что всё Богу принадлежит. Везде ты с Богом можешь встретиться. Поклялся небом, так знаешь, ты тоже творение Божие. Значит, ты Богом поклялся, творцом этого неба. Поклялся землёй, ну, как здесь Господь говорит, земля подножия ног его. Но тоже здесь указывается, что и на земле Бог, и здесь Он везде, как вездесущее существо. Да, поклялся Иерусалимом, как городом великого царя. Так вот, значит, ты поклялся самим царём. Здесь под царём Господь подразумевает самого себя. Он есть тот истинный царь Израиль, который пришёл на землю спасать род человеческий. «Ни головой твоей не клянись, потому что не может оно волосы сделать белым или чёрным». Очень здесь хороший пример Господь приводит. Потому что что значит покляться головой? Как бы человек клянётся своей жизнью. И часто человеку кажется, что будто жизнь его в руках его. Говорит, на самом деле это не так. Наша жизнь, что это такое? Мы же только участвуем, как правило, в ней. Даже взять наше тело, то, чему мы постоянно пользуемся. Насколько мы можем контролировать его? Насколько? Кто из нас может отследить весь процесс, например, пищеварения или кровообращения? Или кто из нас способен, хоть он будет трижды учёный, например, понять, как работает головной мозг? И прочее, 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 прочее. Мы пользуемся телом, которое на самом деле в нашей власти на какую-то маленькую-маленькую долю процента. Вот об этом здесь Господь и говорит, что ты человек, волос один даже не можешь делать белым или чёрным. То есть он по твоему желанию не может стать или тёмным, или светлым. А ты тут клянёшься жизнью, ты что-то утверждаешь, ты считаешь, что будто бы твое влияние на себя настолько глобальное. Нет, всё в руках Божьих. Получается, куда бы ты ни пришёл, о чём бы ты ни говорил, куда бы ты ни посмотрел, всё это Богу принадлежит. Естественно, если ты призываешь здесь что-то в клятву твое, так знаешь, что за всем Бог стоит. Бог свидетель твоих слов. Убойся быть обманщиком, бойся быть лжецом в данной ситуации. Вот здесь призыв к честности, призыв к такой прямоте отношений. Вот и дальше. Но да будет слово ваше да-да, нет-нет. Что сверху, это вот лукаво. Потому что если для тебя недостаточно сказать да, если пытаешься чем-то ещё уговаривать, свои слова ещё чем-то утверждать, так вот помни, что они бесполезны, если ты не делаешь так, как говоришь. Делай, тогда хватит простого слова да или нет. Если не делаешь, так хоть весь мир призыва свидетелей себе, слова будут бесполезны. Вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб? Действительно, такое можно в Ветхом Завете прочитать в законе. Почему так? Не потому, что здесь как бы одобряется, что если у тебя зуб выбили тебе, то ты вправе идти и зуб выбить у твоего обидчика. Не для того, чтобы глаза выбивать и зубы выбивать, это западь полдона. Нет, для того, чтобы остановить человека в творении зла, хотя бы страхом наказания. То есть, знаешь, что ты собрался кому-то обиду нанести, да, не знаю, по закону, ты потом подвернешься точно такой же обиде. Так вот, может быть, подумаешь ты сначала, прежде чем идти и требовать ущерба для кого-то или причинять ущерб кому-то. Да, Ветхий Завет еще не говорит нам о любви к ближнему, говорит нам о сострадании, о милосердии, о том, что надо уступать ближним. Надо искать любви в первую очередь, но хотя бы страхом наказания останавливает. Но мы-то сейчас в другое время живем, мы должны быть другие люди, более духовные, нежели телесные. Вот об этом дальше Господь говорит. А я говорю вам, не противься злому. Ищи мира. Имеется в виду, не противься злому-злом, не пытаясь мстить. Потому что зло никогда зло не исправит. Никогда ненавистью нельзя победить ненавистью. Ненависти будет только больше. Только любовь способна, ненавидящее тебя сердце, сделать любящим. Кто ударит тебя в правую руку, в правую щеку твоего, обрати к нему другую. Кто причинил тебе обиду, потому что здесь удар в правую щеку подрезается под ним какая-то обида, ущемление твоих прав, дождит твоего достоинства. Смирись. Обрати левую. Да, и вот будь готов именно вот это сделать. Потому что смирение, но гораздо сильнее возмущение гнева. Будь сильным, будь могучим над своими страстями. Кто захочет судиться с тобой, взять тебе рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Пусть. Пусть его гнев остынет. Пусть будет он залит буквально твоей вот этой решимостью послужить ему. Пусть он тебе вернет потом. Вернет тебе две рубашки, когда он учится любить тебя. Да, это то же самое. Кто привнёт тебе идти с ним в одно, поприщай, иди с ним в два. Да, предждай тебя человек к чему-то, какую-то слой, к кому-то труду. Не отказывай, согласись. Будь подобен вот этой воде, которая вроде бы течёт и мягкая, но она способна вода огромные там скальные породы разрушать или двигать. То есть видим, да, здесь нам предлагается крутость и смирение, как сила, которую на самом может владеть человек. Вот такую Евангелие, которую мы с вами успели прочитать. Братья и сёстры, читали мы Евангелие от Матфея, главу пятую, с 33 по 41 стих. Благословение Господне да пребывает со всеми нами. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!